Субтитры делал DimaTorzok Появился каталог обновлений, поиск по номеру пакета обновления, ссылки на самые частые и важные обновления по типу .NET-фреймворка разных версий или библиотек Visual C++. Однако в большинстве плюсов со временем появился и один маленький изъян. Благодаря тщательному изучению этой программы на множестве тестируемых ПК и подсказкам со стороны зрителей я понял, что сам Legacy Update не содержит файлы обновлений на своих серверах, когда мы пытаемся что-то поставить из восстановленной веб-версии центра обновления. Но все же подобное меня заставило немного задуматься над следующим вопросом. А как вообще появилась идея Windows Update и каким он был на старых системах? Идея Windows Update косвенно начинает вырисовываться еще в операционной системе Windows 95, но не в виде какого-либо ярлыка в меню пуск или аплета панели управления. Это был... обычный раздел на сайте Microsoft, который позволял пользователям получать и устанавливать обновления для ОС прямо из интернета. Компания Microsoft регулярно выпускала пакеты обновлений для улучшения безопасности, исправления ошибок и добавления новых функций. Но Windows 95 была разработана во времена отсутствия широкополосного интернета, и на тот момент подключение к сети было медленным и нестабильным. Это затрудняло процесс обновления операционной системы через сервис Windows Update, поэтому пользователи должны были сами загружать обновления с сайта Microsoft и устанавливать их вручную собственными силами. С выпуском Windows 98 ситуация изменилась. В этой версии не только связали Internet Explorer с системой, но и добавили ярлык «Центр обновлений» в меню «Пуск», нажатие на который ввел в полноценный отдельный веб-сайт под названием Windows Update Web. Первоначальный акцент Windows Update был сделан на дополнениях и новых технологиях для Windows, например, темы рабочего стола или какие-нибудь полноценные новые компоненты. Позже через Windows Update стали появляться исправления безопасности для Outlook Express, Internet Explorer и других приложений, а также стали доступны бета-версии нового различного софта от Microsoft. С выходом Windows Millennium в системе была внедрена новая функция под названием «Автоматическое обновление», которая, как уже несложно догадаться, автоматически загружала и устанавливала критические обновления через интернет без какого-либо участия пользователя. Это значительно упростило процесс обновления и рассылки исправления недочетов в уже выпущенной операционной системе для пользователей. Windows 98 изначально должна была получать обновление до 2004 года, до первого срока окончания поддержки системы, но из-за того, что эта ОС в то время имела весомую долю пользователей, поддержка была продлена до 2006 года. И когда наступает момент прекращения поддержки системы, компания Microsoft прекращает создание и выпуск обновлений для этой версии Windows. Однако, сам сервер остается онлайн, но вас начинают ставить перед фактом, что онлайн-служба центра обновлений для неподдерживаемой системы может в любой момент прекратить свою работу. Что это, собственно, и случилось в 2011 году. Все старые веб-версии центра обновлений были окончательно отключены. Важно отметить, что Windows Update как концепция была продолжена и в последующих версиях Windows, таких как Windows XP и Windows 7 и так далее. Более того, со временем это стало не каким-либо веб-сайтом, а целой службой с полной юридической пропиской в панели управления. Время идет, мир меняется, технологии улучшаются, и неудивительно, что со временем какая-либо система начинает устаревать. Как итог, компания-разработчик начинает отключать какие-либо сервисы, связанные с устаревшей по меркам компании системой. И команда энтузиастов, которая ради ностальгии, или, вероятно, ради простого показа своего мастерства в разработке, представила проект под названием Windows Update Restored, который восстанавливает центр обновлений в старых Windows, по типу Windows 95, 98 и NT 4.0. Как уже можно догадаться, в этом видео мы на это все и посмотрим. Чтобы как-либо не затягивать видео, перед осмотром программы я предлагаю сначала приступить к осмотру официального сайта. Хочу подметить, что сайт создан на английском языке, поэтому я сейчас кратко расскажу содержание страниц. Когда заходим на сайт, мы сразу встречаем приветственную страницу, основная мысль которого состоит в том, что этот проект самостоятельный и никак не поддерживается Microsoft. Стоит также заметить, что сайт создан в стиле Microsoft образца 2002-2003 года. Сразу после этого текста мы можем увидеть ссылку на переход в веб-версию Windows Update версии 3.1, который как раз таки и был у Windows 9X, но ее мы разберем немного позднее. Забавный факт. В версиях Windows, отличных от 9X и NT 4.0, вместо веб-интерфейса Windows Update 3.1, мы просто получаем пустую страницу. Также мы можем увидеть ссылки на тему в форуме MSFN, на дискорд-сервер, а также ссылки на профили участников проекта. Если посмотреть на левое меню сайта, то мы увидим пять разделов с различными пунктами меню. В разделе Windows Update Restored мы видим пункт Welcome, который ведет на саму главную страницу. Compatibility. Пункт, который показывает таблицу совместимых с сервисом Windows Update систем. Какие версии центра обновления и какой системе соотносятся. И Internet Explorer Downloads. Пункт с ссылками для скачивания Internet Explorer до версии 5.5 разных языков, которые сразу же теряют свою пользу из-за наличия там только онлайн-версии установщика. В разделе Windows Update можно найти сами ссылки на восстановленные веб-версии центра обновлений разных эпох. Windows Update 3.1 предназначен для систем с Windows 95 до Windows 2000 и SP2. Четвертая версия официально появилась с Windows XP, но в 2002 году туда подключили еще Windows 98 и Windows Millennium. И Windows Update 5. Только вот имеется один маленький минус. Нам доступна только версия 3.1, так как остальные версии на момент выпуска видео не восстановлены в полном объеме. А шестая версия здесь ведет на официальный сервер Microsoft. Далее там имеются справочные разделы, ссылки на официальный сервер обновлений и дублируется ссылка на тему в форуме MSFN. Сейчас наконец-то наступает момент тестирования всего этого поделия. И на чем мы будем тестировать все это дело? Сначала мы протестируем это на виртуальной машине с русской и английской Windows 98 SE на борту. Позже в дело пойдет уже реальное железо на той же 98-й. Для работы восстановленного Windows Update обязательно нужен Internet Explorer выше четвертой версии, хотя также рекомендуется установить и E5.5. Но Windows 98 SE уже поставляется с Internet Explorer 5, поэтому в плане браузера ничего мы менять не будем. В отличие от Legacy Update здесь не нужно скачивать саму программу или какую-нибудь утилиту для восстановления работы центра обновлений. Достаточно просто зайти на официальный сайт и нажать Windows Update в версии 3.1. Перед загрузкой в веб-версии центра обновлений сайт выясняет у системы региональные параметры, которые выдавали на момент установки этой самой системы. Если регион указан как Россия, то вы увидите главную страницу на русском языке. Если указана, например, США или Великобритания, то английскую. Если Испания, то испанскую и так далее. Дизайн отдает стилистикой сайтов Microsoft образца конца 90-х, да и отреставрирована почти более чем полностью. Верхняя строка с разделами содержит все оригинальные ссылки исходного сайта ранее упомянутой компанией. Справочные разделы на месте и целиком выглядят так же, как и в 1998 году. На главной странице даже копирайт остался из того времени. Да и информация тоже, раз уж там радостно сообщается о выпуске первых обновлений к Windows 98 SE и начале продажи дисков с обновлениями для этой же системы. Что ж, давайте проверим обновления. И как тут это сделать? Нужно просто нажать на Product Updates в левом меню, разрешить работу некоторых скриптов со стороны пропатчного Windows Update и... все. Программа быстренько загружает список обновлений своего сервера и уже формирует его в виде списка по категориям для пользователя. Критические обновления, выборы редакции, рекомендованные обновления, прочие обновления в виде каких-либо новых компонентов или улучшений, в виде новых шрифтов, Outlook Express 5 и поддержки Flash Player Windows 98. Также тут имеется категория обновлений для оборудования и категория под названием развлечения и игры, однако там всего лишь три темы из пакета Microsoft Plus. Пока с каждого раздела можно кастомизировать в настройках сайта. Кстати, тут есть один интересный момент. Когда вы хотите скачать какие-либо обновления из категории критических или из каких-либо важных компонентов, то все остальные категории для выбора закрываются, так как данные обновления, вероятно, нельзя сочетать. И скорее всего, я догадываюсь почему. Подобные обновления в конце своей установки будут просить перезагрузку для применения каких-либо изменений. В качестве примера мы можем поставить для начала Internet Explorer 5.5, и когда мы отмечаем его в списке, перед нами появляется окно, что при его выборе мы ничего другого установить из каталога не сможем. То есть и Е для этой системы очень нужен, и поэтому это обновление будет считаться важным. И да, как тут можно заметить, подобные окошки сделаны через WebScript. А важное обновление с обычными, как я уже говорил выше, сочетать нельзя. Нажимая Download, нам показывают общее время скачивания всех выбранных обновлений, их размер и, собственно, список выбранного. Нажимаем Start Download, принимаем лицензионное соглашение и ждем скачивания. Во время скачивания я понял, что пакеты обновлений, вероятно, хранятся на их серверах, так как при попытке скачивания других мелких обновлений, например, тем из Microsoft Plus, мы можем увидеть ошибку, которая гласит об отсутствии файла на сервере. Да и в разделе о сайте там упоминается, что часть реконструкции сделана через Wayback Machine. Сама установка обновлений происходит тихо, из видимых действий мы можем только увидеть сообщение о необходимости перезагрузки. И в это время появляется вероятность встречи окна обновления параметров системы. В конечном итоге, после показа рабочего стола, мы понимаем, что все прошло хорошо и обновление было установлено. Да и интернет-эксплорер тут стал заявленной ранней версией 5.5. Только потом, пусть у него этот Windows Update Restore перестает работать. Б**ть! Давайте сделаем точно так же, установив MSN Messenger, Windows Media Player 7 и прочие мелкие обновления из всего списка. Процедура установки и скачивания такая же. Спустя время мы видим, что выбранные нами дополнения установлены. Windows Media Player создал ярлык на рабочем столе и работает, а MSN Messenger спокойно поселился в области уведомлений. Виртуальная машина виртуальной машиной, а вот как дела с реальным оборудованием? Реальный компьютер обладает 128 МБ АЗУ, процессором Pentium 4 на 2 ГГц, к слову, это 478-й сокет, и английская Windows 98 SE на борту. Как можно увидеть прямо сейчас, с реального ПК это всё тоже работает, скачивается и устанавливается. Но вот если установить версию системы, отличную от английской, то нас будет встречать ошибка проверки и куча способов решения этой проблемы, но ни один из предложенных вариантов в нашем случае не подойдёт. Увы и ах. И по традиции, на этом моменте мы начинаем делать итоги и выводы. Этот проект на момент снятия этого видео... Очень сырой. Лично для меня открылось два больших минуса. Первый минус заключается в том, что на Windows 98 с выставленным российским регионом вместо проверки и загрузки списка обновлений сервера мы видим ошибку, и если что, это никак не связано с намеренными региональными ограничениями со стороны сервера. Второй минус заключается в том, что не все файлы обновлений пока доступны на сервере, да и если там ещё реально свой сервер используется, а не парсинг майкрософтовских. Конечно же, у многих может появиться вопрос, «А зачем? А нафига? А для чего это вообще?» Отчасти ваши вопросы будут верны, особенно опираясь на факт многолетнего существования в открытом доступе различных кумулятивных паков со всеми обновлениями, от того же Максимуса, например. Но с другой стороны, подобные проекты могут быть сделаны сугубо в исторических целях, реконструкции, восстановления, ну или просто позабавиться. И по сути, каждый сервис находит своего пользователя, и неважно какого. Точно так же происходит и с контентом, который обязательно находит своего зрителя. Мне тут только остаётся пожелать разработчикам удачи в дальнейшем восстановлении, а вось вдруг получится улучшить это до что-нибудь более крутого, чем сейчас. А что вы думаете об этом? Как обычно, пишем в комментарии. На этом пока всё. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент и вместе достичь 70 тысяч подписчиков. Огромное спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья.